Привет, я Виктория. Сегодня подготовила вам коротенькое видео. Вот такой вот брельефчик в виде декора на стене, которая оформлена декоративной штукатуркой. Кстати, декоративную штукатурку на стену наносила тоже я. Хотелось сделать интерьер более интересным, поэтому было принято решение сделать вот такую вот веточку с розами. На моем канале большое количество видео, где я подробно рассказываю, показываю все этапы выполнения работ, поэтому в данном видео я повторяться не буду. Работа довольно-таки простая. С помощью кондитерского рукава и гипсовой финишной шпатлевки я сделала веточку, на которой уже располагаются розы и листья. Розы отлиты заранее из гипса, с помощью молдов тоже есть в моих видео, а листья я уже наносила с помощью мастихины. В данной работе я использую рельефную пасту на гипсовой основе с волокном. Мне она не понравилась, поэтому даже не буду говорить название ее. Лучше бы в данной работе было бы использовать такую пасту, как ривьера. Она мне очень нравится, поэтому я ее заказываю на Валберес, поэтому советую. Она более густая и более ровно ложится. С помощью ривьеры очень хорошо и удобно моделировать листья, цветы, а также менять их пластику и так далее. То есть более удобная паста, которая предназначена как раз-таки для рельефной живописи скульптурной. Так как работа наша очень простая, поэтому с помощью мастихины мы наносим листики и потом акриловыми красками просто раскрашиваем цветы нашей птицы и ствол как раз вот эти вот веточки. Так как я себя считаю немного импрессионистом, свои работы я выполняю очень быстро. Я не уделяю внимания каждой мелочи, мелким деталям, чтобы их можно было рассмотреть под микроскоп. Ну то есть это вот мой стиль работы, поэтому на данную работу я буквально часа полтора всего лишь потратила. Еще у меня оставались обрезки от гибкого зеркала и вот из него я вырезала такие вот листочки и тоже решила использовать их в декоре. Все легко, они самоклеящиеся, сверху пленочка просто приклеивается к стене, потом сверху пленочка снимается. Можно конечно их и не использовать, просто это было вот таким вот моим решением, как дополнительный узор. Да и птицы у меня тоже уже были заранее отлиты из гипса, готовы, поэтому я их просто также на шпаклевку приклеила. И так как работа быстрая, поэтому осталось сделать только за тем, чтобы привести работу в окончательный вариант, раскрасить все. Ну и где-то можно использовать поталь. Я использовала уже готовую, разбавленную лаковую поталь, поэтому вот настолько вот быстрый процесс и автоматизированный. Немного расскажу о декоративной штукатурке. Просто стены были настолько кривые и старые, поэтому, чтобы их не выравнивать, решила задекорировать вот такую декоративную штукатурку. То есть я сначала наносила слой штукатурки, потом с помощью кельмы делала неровности и затем шурупчиком прорисовала узор, напоминающий камень и оставалось сделать только за цветом. Покрыла все стены после того, как штукатурка высохла, вернее шпаклевка, покрыла ее серым цветом и потом уже поверх валиком сделала немного зеленоватый оттенок. И вот такой вот декор интересный у нас с вами получился. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok